Привет, это Скраб Механик, и мы продолжаем наше путешествие по безлюдному миру. Ну, кстати, насчёт безлюдного я сомневаюсь, потому что в комментариях писали, что вот в этой башне, мне вообще туда лучше не соваться, там есть огромный босс, который меня укокошит, потому что у меня всего лишь молот, и мне нужно найти какого-то дедушку, тут есть дедушка, ты прикинь, я не знаю, живой он или нет, обманывают меня или нет в комментариях, ну, короче, тут есть дед, который может обучить меня делать оружие огнестрельное. Вот, ну, я видел оружие в трейлерах, так что, возможно, дед существует, и он реально может меня обучить. Но поскольку мы здесь, я всё-таки рискну и залезу внутрь. Так, машину я поставлю на подъёмник, чтобы её никто не достал. Насчёт красного материала. В общем, мне также написали, и это оказался горелый древесин. Хе-хе-хе, короче, дерево огоревшее надо срубить, и всё будет в порядке. Смотрим, что у нас тут внутри. Смотри-ка, это чё там за росомаха ходит? Ох, редис-то сколько пропало, а я тут голодом себя морю. Ужасть! В общем, нам нужно остерегаться того робота. И чё-то я очкую немножечко тут брудить. Ну вот этих-то я видел. Блин, ты посмотри, бананы, ёкарные. Сзади обойдём, постарался. Он нас-то не заметил. Ага, палил. Так, забрали. А, нифига себе, он бананами, что ли, стреляется, или картошкой? Чё-то я не въехал. О, ништяк, вот эти материалы нам нужны. Эй, где ты? Где ты, где ты, где ты? Кстати, очень много также комментариев было о том, чтобы... О, сзади обошёл. Что некоторые поливали вёдрами с водой вот этих роботов. Нифига себе, он меня сразу выстегнул. Мощно, мощно. Коровка бежит. Ты куда помчала? А, так её роботы гоняет. Вот паразиты. Бедная коровка. Ладно, пойдём, защитим её. Короче, сейчас проблема вся в том, что у меня нет транспорта. Он остался там. И у меня нет ничего. Вся сумка, набитая хламьём, тоже там. Идём сейчас на нашу фермочку. Захватим ведёрочка с водой. Вот оно, ведёрочка. Но оно не наполнено. Сейчас наполним. И возвращаемся в ту башню. Кстати, у нас проблема с едой. Давай-ка мы сейчас покормим коровку. Нас это сейчас должно выручить. Давай, коровушка, по-быстренькому. Мне ещё в дальний путь. Подоили корову. Точнее, она сама подоилась. Я ничего не делал. Дала мне три скляночки и баночки с молочком. Выпиваем. И бежим вон туда. За моим самарём. Главное, не вляпаться в какие-нибудь другие приключения. А то будет вообще не по кайфу. О, ну хоть какая-то радость от моей пешей прогулочки. Иду всякими обходными путями, потому что тут капец, как много роботов. Чёрт! Выбежал из леса и меня сразу же вспалили. Готово. Сейчас разобьём вот этот ящичек, который они охраняли. Свеколка. О-о-о! По-моему, я стекло нашёл. Точно! Точно! А, вон оно что! Блинский! Оказывается, вот этот вот квадрат прозрачный, это стекло. Точнее, тёмный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря я тут остался. Безим-безим-безим. Фух. Теперь всё я понял. Единственное, я не помню, куда он нам нужен был, этот блок. А вот и ещё бидок нашёл. Тут и сейф лежит. Ну просто чума. От пешей прогулки столько всяких ресурсиков получил. Так. Вот эта вот опасность, конечно, меня напрягает. Мы почти добежали, и мне нужно скорее взять свой суммарь, потому что... Потому что я очень голоден. А то у меня как минимум помидорки остались. Всё, мы подошли. И постался, сейчас попробуем забрать свою сумку. Где этот робот? Ты его видишь? Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Я его впалил. Ох ты нифигаси, КППшечка. Тут есть что? Сидуха есть. Можно использовать её. Сидуху мы заберём. Полезная штука. Но КПП я не стал бы разбирать, потому что... У меня сейчас места будет мало в моей сумке. Давай вали оттуда. Вали. Чёрт, он меня спалил! Как быть? Где ведёрко моё? Вот оно, моё ведёрко. Ой. Он убежал? Он убежал. А, вон он стоит, он заглючил. Оп-оп-оп-оп, спокуха, спокуха, спокуха. Сейчас попробуем его облить водой. Я могу сейчас погибнуть ещё разок. Получи! Вот я его облил водой, и ему вообще пофиг. Ему по барабану. Так что эта тема не рабочая. Я снова здесь. Но в этот раз я сделаю по-другому. Вообще по-другому. Короче, очищаю вот эти вот металлические балочки. Хорошо, что я их тут оставил. Мы сейчас ворвёмся туда на тачке. И собьём этого робота. Потому что по-другому, ну, никак не забрать мои ресурсики. Главное, чтобы тачка у меня не рассыпалась. А для того, чтобы он нас не покоцал, мы сейчас сделаем себе броню. Броню типа лобаша. Из металла, который я только что добыл. Так, значит, строим вот такую вот штуку. Как раз вот на неё и хватило. Вот так вот эта штука будет выглядеть. Ну, сюда, если он попадёт, то мне, конечно, капец будет. Ну, ладно. Вроде бы я себя защитил. Погнали. Сейчас его попробуем сбить. Выскочить. И добить молотом. Надеюсь, у меня это получится. Ну, а если нет... Вначале нужно его найти. Где же он? Робот. Вон он, вон он, вон он. Опа, опа, опа. Давай, сдыхай. Сдыхай. Подожди. Есть! Я его грохнул. Хе-хе-хей. Вот это я, вот это да, красавчик. Короче. Что, от него что-нибудь осталось, нет? Забираю все свои пожитки. Хорошо, что он тут один. Ну, учитывая, какой робот нас встретил здесь. Да, я поверю, что там вверху босс сидит. Короче, давай мы тут сейчас пробежимся. Соберём все эти ящички. Усо! Инвентарь у меня полон. Но у нас есть багажник. Посмотрим повреждения. У-у-у-у! Ты глянь-ка. Мне могли двигатель бомбануть. Деревяшечки тут пробили. Но, слава богу, не бомбанули. Заделываем, а это всё разбираем. Хотя нет. Не-не-не-не-не, давай не будем разбирать. Мало ли, вдруг ещё пригодится мне эта штука. Погнали внутрь. Тачку только поставим сейчас на подъёмник. Летч гоу. Глянем, что внутри. Если я увижу ещё одного такого робота, то мы отсюда бежим. Там какие-то странные стоят, чуваки. Оп! Всё, валим, 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 валим. Валим. Делать нам тут нечего, нечего. Нечего. Так. Приду я сюда только с ружьём. Мычим домой. Давай, 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 трактор мой. Ох! Спас меня лабаш. Спас. Не зря я его оставил. Мы уезжаем отсюда, но обещаем вернуться. Вооружёнными уже. Так, короче, блин. Едем мы сейчас за янтарём. Вроде бы так называется горелое дерево. А единственное место, где я видел горящие деревья, это наш корабль. Редактор субтитров А.Семкин Все дороги ведут к нашему разбитому кораблю. Рано или поздно мы сюда возвращаемся зачем-то. Возможно, оно нам подойдёт. Вылазим. И давай попробуем его срубить. Опа! А вот и оно. Поднять. И это действительно янтарь. Хоть и выглядит это как уголь. Или горелое полено. Посрубал всевозможные тут горящие деревья. Их оказалось не так много. В итоге я набрал сколько? 31 горящее полено. Кстати, я ещё заметил, что мы потеряли передний фонарь, когда прижали того робота к стенке. По всей видимости, он нам его отстрелил. Прибыли домой. Шикарно. Но настало время заняться своим огородом, потому что жрать нечего. Так, что у нас там есть? Есть свекла. Вот, кстати. По поводу свеклы. Писали комментарии о том, что если я посажу 9 грядок свеклы, то роботы не прибегут. А также писали о том, что чем больше я сажу, тем больше роботов прибегает. И в конечном итоге может прибежать какой-то убер-крутой робот, который свернёт всё. И мой огород, и мои постройки, в том числе и меня. Да, по-моему, говорили 6 свеколок посадить, и всё будет чики-пуги. А, блин, я же грядки убирал. Сейчас достанем их. Итак, 6 грядок. Теперь садим сюда редис. Заливаем водичкой. Удобрянькаем. Вроде бы пока никто не бежит. Пока хорошо. Значит, ночка будет спокойна. А где мой трактор? А, вот он. Да, таймер не появляется до сих пор. А это означает, что можно заняться своими делами и не париться насчёт огорода. О! Смотри, кто тут у нас ползает. Давай собьём. Нифига себе, не сбился. Куда побежал, э? По моей территории носится такой наглый. Коровка. Коров не тр... Спрыгиваем, спрыгиваем. Коров не трогать нельзя. Блин, срочно нужно сделать оружие. Меня эти роботы уже доконали. Хочу просто ходить и с дробошей хлопить. Дельную мысль мне как-то подали. Сказали, сделай загон для коров. Загон я сделаю, наверное, металлический. Так, сейчас надо вернуться обратно. Там у меня были кое-какие материалы. Вот дома на колёсах. Просто когда у тебя корова под рукой, это мега круто. Вот они эти материалы. Сейчас мы их соберём. И сделаем из них загон. Конечно, не ахти такой получится. Но что имеем? Итак. Загончик я постараюсь сделать вот тут вот на луку. Вот такой вот у меня получился. Обязательно здесь лампочки нужны, чтобы коровки у нас в полной темноте не сидели. Конечно же, свет поднимем по уровню. Чтоб светило ярче. А теперь надо как-то запихать коровок. Так, коровки, пошлите. В принципе, толкать их возможно. Несложно даже, я бы сказал. Одна коровка у нас в загоне. Идём за второй. Кстати, это первый раз вообще, когда коровы пришли сами ко мне. Так что надо эту возможность не упустить. Усо, вторая коровка доставлена. Я обещаю вам заботиться о вас, поить и кормить. Закрываем наш загончик. К сожалению, материала у меня не хватило. Из тех разобранных ларьков пришлось воспользоваться древесиной. Вот так вот. Чё, по-моему, норм. Тут у меня даже плакат есть. Жаль, только не фермерский. Всё, загон у нас есть. Машина здесь. Я при всех делах с янтарём. Пойдём посмотрим. Чё нам там нужно было, чтобы сделать амортизаторы? Спортивная подвеска. Для неё нужен особый металл. А для внедорожной подвески тоже особый металл, но в два раза больше. Что ж, давай посмотрим, сможем ли мы в этот раз его сделать. Древесины хватает, есть даже вода. Нужен простой металл. Делаем несколько блоков. Теперь нам нужна вода. А чтобы её сделать, нужно ведро с водой. Надеюсь, что ведёрко они мне дадут. Они переработают и сделают из неё пластиковый контейнер. А то оно у меня одно. А чё я, кстати, парюсь? Давай посмотрим, как сделать ведра. Наделаю целую кучу. Ведёрочка моё. Вот оно, ведёрочка. Просто нужно пять металлов. Тут у нас уже простой металл готов. Делаем два ведёрка. И создаём воду. Вот, всё, вода готова. Теперь попробуем сделать вот такие вот блоки. Делаем пока что два. Забираем их. Итого у нас 20 блоков теперь есть. Мы можем сделать два амортизатора внедорожных. Пойду пока наполню ведёрочко водой. Пришёл, короче, к воде набирать ведра. А оказывается, ведро-то мне вернули. Ты прикинь? Ничего ж себе. То есть, его не переработали? Я забрал два амортизатора. Теперь нужно придумать, как их прицепить к нашему трициклу. Наконец-то я сделал огромное колесо. Шикарно. Теперь я хочу узнать, для чего же мне нужно было стекло. Ну, точно, для краскопульта нам нужно было стекло. О, смотри, ещё одна корова. Пойдём-ка в стойло. Чё это ты тут трёшься? Моя маленькая ферма с коровами расширяется. Это кошерно. Я думаю, что загончик надо будет увеличить в ближайшее время. А то им тут тесновато. Ну вот, теперь у меня три коровки. Краскопульт готов. Берём, значит, его. Вот так вот он выглядит. И теперь я могу им красить. У меня даже где-то краска была. Краска, краска, где же ты? Вот она. Пойдём-ка попробуем покрасить нашу машину. Например, вот так вот. О, белая краска. А есть какая-нибудь другая? Как переключаться? А, во, кисти. Чёрный давай поставим. Ну, ништяк вообще. Вообще огонь. Так, а как краска тратится у нас? Угу. У меня сейчас есть 26 краски. Давай покрасим один элемент. 25. А если сразу 4 элемента? Всё понятно. Короче, за раз, если я крашу большое количество, то у меня тратится один флакон краски. Давай думать, как бы нам сюда запихнуть амортизаторы. Ну, пока думается мысль с амортизаторами, предлагаю поменять пока заднее колесо. Ой. Всё отвалилось к чертям. Большое колесо. Вот оно. Давай посмотрим, какого оно размера. Нифига себе, оно здоровое. Ты посмотри. Ну, я даже не знаю, есть ли его смысл ставить назад. Я думал, просто оно пошире будет. Так, моя фантазия разыгралась. Я знаю, что делать. Ты посмотри, как это будет со стороны выглядеть. Ну, это жесть, конечно. Вообще полная. Ну, чё поделать. Раз я сделал это колесо, надо его втыкать. Блин, ну это, конечно, смотрится вообще, ну, блин, да. Вперёд, короче, нужны тоже большие колёса. Ладно, опускаем драндулет. Оу, щет. Вот это да. Амортизаторы, конечно, дают о себе знать. Но чё, если я нажму использовать и настрой их лимит... Во! Вот так вот их поднимем. Нифига себе. Их реально поднять можно. Обалдеть. Давай, лимит на максимум поставим. Вот так. Ну, в принципе, так-то можно гонять. Назад тоже нужны амортизаторы. Ну-ка. Поехали. Ну, слушай, реально амортизаторы спасают на поворотах. При таком развороте и на такой высоте я бы уже 100% перевернулся. Ты посмотри, как они работают. И вот, пожалуйста, я перевернулся. Короче. Короче, дело к ночи. Я теперь реально как на вездеходе. Амортизаторы отрабатывают очень классно. Я прям кайфую. Сейчас, короче, модернизируем наш трицикл. Короче, я колесо вывесил за пределы нашего каркаса. Посмотрим, что выйдет. Во! Вот это уже другая ситуация. И выглядит вроде нечеток. Ну-ка, поехали протестим. Ты посмотри, как амортизаторы-то пляшут, а? Я думаю, надо их пожестче сделать. А для того, чтобы это сделать так... Вот это прикол. С амортизаторами у меня тут. Давай тачку опустим. О, колеса вниз ушли. По текстуре. Не, давай поднимем. Давай-ка протестируем тачку на дыбах. Как она будет поворачивать в таком состоянии? Во! Вот это маневренность. Ты посмотри. И уже маловероятно, что мы перевернемся. Отлично. То есть гонять буду вот так. На дыбах. Ну, а на сегодня, я думаю, это все. Спасибо за просмотр. Не забывай оставлять свои комментарии. Они очень важны. А также ставите лайкос и подписаться на канал, если ты еще не подписан. Чтоб не пропустить следующих крутых видос. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.